Здравствуйте, уважаемые товарищи зрители! Сегодня очень интересное видео, душевное, я бы сказал, про силачей былого, еще не такого далекого прошлого, про русских богатырей, которых сейчас уже или вовсе нет, или практически не осталось. И это видео, можно сказать, продолжение моего прошлого видео под названием «Сверхсила богатырей земли русской. Факты. Они жили еще вчера, но больше уже таких никогда не будет. Почему?» Вот такое название. Это видео набрало более 700 тысяч просмотров и не оставило равнодушными тысячи людей. Было очень много писем, вы их сами можете прочесть, если захотите, под тем видео. Ссылку на него я вам оставлю. Но я сейчас вам решил зачитать самые интересные письма этих людей. А если захотите, напишите под этим видео, то потом я могу сделать и вторую часть по письмам людей, которые прислали мне их под то мое первое видео о силачах. И подобных писем было очень много. Я выбрал лишь некоторые из них. Но, уверяю вас, будет очень интересно и поучительно. А я не просто зачитаю их, но и дам свои весьма важные комментарии. Итак, поехали. «Мой дед Фронтовик, 17-го года рождения, княгиня на Нижегородской области, работая на молокозаводе после войны в 60-70-е годы, в 50 с лишним лет поднимал газ в 53 молокозавода от земли за передние крюки, ну за передние крюки бампера. С ним никто не связывался. Очень спокойный, немногословный, не пил, не курил, ни с кем не спорил и не ругался никогда. Это и есть генетика. Но нам такой силушки природной не досталось. И это понятно. Практически никому она не достается по наследству теперь уже в наши дни. Когда совершенно другое питание, пьют, курят, генетику выродили родители своим, детям и деды своим, так сказать, сыновьям. И вот уже тех богатырей просто нет. Ну, есть исключения, которые были еще, доживали такие люди, были вот до 80-х годов. Ну, слушайте дальше. Это письмо меня поразило знаете чем? Я вспомнил этот случай, когда я с женой, раньше мы иногда ездили летом, на неделю-две на машине по Карелии. И вот огибая Онежское озеро, в одной деревушке был маленький краеведческий музей. И я абсолютно точно один в один помню эту историю. Нам местный гид от музея рассказывала. И именно про этот случай я даже этому человеку написал. Жду от него ответ. И зачитаю вам, если он будет, ответ в следующей второй части вот этого видео по описанию людей, по комментариям, по рассказам о своих вот предках. Итак, слушайте. Мой прадед, дед Семен, был высокого роста. И я вам сейчас скажу, какого. И деревенские дразнили. Семен, достань воробушка. И когда доставали, ну, уже доставали, надоедали слишком, он ловил обидчиков. Как он одним еще... Ну, знали, наверное, что он добрый и не обидит, потому что захотел бы, руку бы сжал и убил бы просто сразу. Так вот, снимал с них шапки и засовывал под угол избы. Вы понимаете, что это такое? Вот он в одной руке держал шапку. Одной рукой поднимал избу. Сколько тонн, это, ну, трудно сказать. И засовывал. Реально, нам показывали, по-моему, даже фотографии. Там было это очень давно. Но это я сейчас отчетливо помню. Причем, рост... Ну, ладно, скажу сразу. Я не помню точно, но от двух с половиной метров до двух восьмидесяти. Ну, это как был один известный русский богатырь. Он в пике своем, по-моему, 283 или 286 был из Белоруссии. Вот в начале 20-го века, конец 19-го, начало 20-го века. По нему очень много фотографий сохранилось. После обидчики, ну, и хозяева испод него откупались. Так бабушка Ксения Семеновна рассказывала. Ну, да, да, были такие люди. Кому-то это покажется фантастикой, уверяю вас. Во-первых, слушайте дальше, вы будете поражены. И вот мое прошлое видео потом обязательно посмотрите. Я рассказывал просто, например, вот мой товарищ там с Нелидовского района Тверской области рассказывал просто три случая, ну, поразительной, немыслимой силы в наши дни. Ну, это, конечно, тут еще и гигантский рост. Это, конечно, да. Были раньше богатыри. Так, идем дальше. Так, очень интересное письмо. И даже переписка была, человек мне дополнительно написал. Так, слушайте. Спасибо за вашу работу, Юрий Андреевич. Знавал я людей феноменальной силы. Никто из них спортсменом не был. Какой спорт? Спорт и сила, это, ну, не одно и то же совершенно. Раньше, до революции, там, ну, и в старые времена, там, в деревнях... Какой спорт? Кто в деревнях занимался спортом? Физическая работа была спортом. Ну, вот. Но все они были очень спокойными, не агрессивными. Одним из них был дед Володя. Он жил неподалеку, я дружил с его детьми. Знал я его просто дед. Ну, видимо, как просто дед, имя не помнят, наверное, да? При мне он поднимал бетонный столб. Как в вашем видео, да, там я случай прям рассказывал тоже вот из... Только уже Ржевского района Тверской области. Это как в вашем видео. Взвалил на плечо и отнес к своему дому примерно метров пятьдесят. Бетонный столб вот этот, по-моему, шесть или восемь метров, ну, на котором стоят в деревнях вот эти вот, значит, осветительные, там эти приборы и плюс к тому провода тянутся. Это, по-моему, если не ошибаюсь, поправьте, меня весят, по-моему, шестьсот килограмм. Вот вам пример. Так, когда бригада, где работал дед, работала в Монголии, известный местный силач вызвал всех на борьбу. Говорил, что русские слабые, потому что кашу едят. Но, как у нас поговорка, щи да каша пища наша, не мясо там какое-то, как начинаю сейчас фантазировать эти толстопузые силачи, которые, ну, в десятки раз слабее вот этих. А он, мол, сильный, потому что ест мясо, ну, такое, знаешь, вот как любят сейчас умники некоторые начнут. Ну, вот вам живой пример. Мужики упросили деда с ним побороться. Причем тот здоровый в полной, ну, молодых годах, а это дед уже, так сказать, побороться. Попросили. Но борьбы не получилось. Не получилось. Дед просто сгреб Монгола в охапку и припечатал к полу, тот и шевельнуться не мог. Ну, ясно, что он мог бы его и такой феноменальной силы и позвоночник сломать, и просто двумя руками, вот так вот, как угодно, это понятно. Да, не ожидал Монгол такого. Тот и шевельнуться не мог. В общем, дед рвал подковы, рвал, гнул лом, корчевал столбы руками. Там, где их не мог вырвать бульдозер, ну, где подъезда не было. Один раз при мне дед рассердился. Сосед долго ругал его за то, что дед поставил забор на один метр на его территорию, соседа. Дед долго молча слушал. Затем рывком выдрал забор вместе со столбами и бросил соседу, сказав, сам поставь. Строил дед капитально. Все из прочного и тяжелого дерева. Гнездо для наседки по просьбе жены сделал из таких досок, что жена поднять его не могла. Табуреты делал такие же. Да и как могло быть иначе, мизинец его руки был в два раза толще моего большого пальца. Дед Володя всю жизнь работал грузчиком. При мне на сахарном заводе бросал мешки в том числе и кубинские, которые в два раза больше обычных. Только он мог забросить мешки на 18-й ряд земли. Это был его коронный номер. Когда вышел на пенсию, стало барахлить сердце без привычных нагрузок. Но тут еще другое. Конечно, таким людям нужно повышенное количество обязательно магния, витаминов группы В. И причем, что касается магния вообще, и в час, и калия, зелень. Больше есть зелени. К сожалению, люди, многие потом потеряли эту естественную потребность, надобность и привычку есть много зелени. Как это было когда-то. Все в основном стали варить, а при варке минералы разрушаются, переходят в неорганическую, неусвояемую форму. И так далее. Это так, комментарий. Тогда он шел на завод и бросал мешки. То есть просто так уже для привычки, что умер в 72 года от инсульта. Было это в 70-х годах. Я и написал тогда этому человеку. Нет слов. Могли бы поподробнее о нем написать. Описать его рост, мускулы, связки, привычки. И неизвестно ли про его родителей, дедов. Он примерно, значит, 902 года рождения, плюс-минус. Им не ответил этот человек. Написал. Нет, он примерно 23-24 года. Я описывал то, что видел в 70-х годах, когда ему было лет 50. Силу он сохранил до самой смерти. Он поляк по национальности. Ну, тоже славянские народы. Старшего брата, который погиб на войне, звали Марьюш. Я видел его мать. Она уже была очень стара. Про отца не знаю. Дети крупные, но ничего феноменального. Рост у него был в молодости 202 сантиметра. Но к тому времени, когда я стал взрослым и имел 182, он был немного выше меня. Ну, примерно метр восемьдесят семь, метр девяносто. Сильно осел от постоянных нагрузок на позвоночник. Кстати, раньше у славян были так называемые, вот, ну, конечно, не такими технологиями, как сейчас сделаны, но правила, которые вытягивали позвоночник, помогали после тяжелой физической работы восстановить гибкость, связок позвонков, не давать осесть, не давать скукожиться. Про правила видео я вам оставлю под этим видео. Если захотите, есть один мастер, супермастер, который, ну, это лучшее, что есть, вот, исправил вообще в России, я вам оставлю ссылку на видео, и можете написать там письмо, я вам дам контакты этого мастера, который их делает сейчас. Ну, конечно, можно и повисеть просто на перекладине, я это что-то бы дало тоже, но, думаю, дед, к сожалению, вот этот такого не делал, жил как жил, в общем. И вот самое главное, к сожалению, он пил, поэтому и сердце, поэтому дефицит важнейших минералов, в том числе калия для сердца, так нужного и магния, ну и вот вам результат, а мог бы жить и 100, и 120 лет и больше. Всегда есть причины смерти и ранним болезням. Как говорится, редко да метко, но не буянил, не засыпал, в целом был очень простым и добрым человеком, любил петь, особенно врагу не сдается наш гордый варяг, ну вот такие люди были. Дальше. У меня знакомый, 65 лет ему, из Владимирской области, сам я из Белоруссии, рассказывал про своего деда, что они ехали на телеге и застряли в луже, ну там в грязи, конь не мог вытащить и падал. Дед распряг телегу и сам вытащил полную телегу с внуком, моим знакомым. Потом запряг лошадку и поехали дальше. А мой сосед, дед Леня в Белоруссии, уже нет в живых его, настоящий ветеран Великой Отечественной войны, был левша и тоже дурной силы, с ним боялись здороваться. Люди получали травмы, ну когда, видимо, рукой сжимал, так сдуру. Мой отец рассказывал, что когда они шли со второй смены, к ним привязалась шпана. Так вот самый здоровый попробовал силушки деда. Дед Леня так поздоровался с ним, что здоровяк обмочился. И таких историй есть масса. Мой дед родной трудился на железной дороге путейцем. И шпалы при замене выдирал руками. Идем далее. Есть еще силачи. У нас в деревне Западно-Казахстанской области живет дяденька по прозвищу Домкрат. Сразу прервусь и скажу, что в Псковской области, где я вот живу, да, около города или в самом городе Остров, об этом даже мой знакомый рассказывал, я потом данные нашел в интернете, тоже был по прозвищу Домкрат и тоже с тракторами проделывал следующее. Ну, еще и как старые вот эти мастера-культуристы брал такую платформу, туда люди становились, и он поднимал, то есть вот так вот, да, там чуть ли не 1600 килограмм. Значит, так вот, в молодости редуктор от ГАЗ-53 через борта закидывал, ну, в кузов, поднимал за перед газон и МТС-80, трактор, вместо Домкрат, оттуда и прозвище, да, и тот также. А еще один дяденька в 60-х носил лиственницу, ну, бревна, на себе со склада, чтобы построить дом. Дом строил один, но помогал лишь маленький сын. Далее. Мой отец рассказывал, что мой дед свободно поднимал мешки по 16 пудов. Ну, умножьте 16 на 16, получите там, ну, 250 или чуть больше килограмм. Закидывал на плечо и поднимался с ним по лестнице на мельницу. Мой отец сам в одиночку занес и установил печь весом 300 килограмм в баню, когда строил ее. Спасибо за ваш труд. Хорошо, что бы это видео посмотрело как можно больше людей, чтобы вспомнили про свою историю и свои гены. У деда было, кстати, 13 детей, выжили 6, 2 сестры, 4 брата. И все братья были под 2 метра ростом и за 100 килограмм веса. У меня сыну сейчас 4,5 года, он весит 31 килограмм, и одежду покупаю ему 134 размера. Ну, если тут ошибки нет, я в размерах не понимаю. Когда играет в догонялки со сверстниками, прям боюсь, чтобы он кого-нибудь не зашиб, так как он свои силы не ощущает. Ну, вот еще что-то такие, остатки, так сказать, генетики у кого-то есть, но это, так сказать, не что-то странно, сами понимаете, с тем, что было, вот даже по тем описаниям, что вы сейчас слышали, а что вы сейчас услышите. Ну вот, мой дедушка был ростом 220, спокойно завязывал гвоздь в узел, как веревочку. Это понятно. Студентами работали в колхозе на посевной. У меня был трактор Т4 Алтаец. Ну и пришлось мне ремонтировать двигатель. И вот я с ключом трубкой пытаюсь открутить гайки, коленвала, а они как приваренные, не откручиваются. Подходит, но вы понимаете, что это такое, когда есть рычаг, вот эта гайка-зажим, и это, ну, в десятки раз усиливает нагрузку, нежели, ну, даже не руками, а обычным ключом, когда есть трубка и усилие, понимаете, да, какое оказывает. Подходит дедок, отодвигает меня, и голой рукой без ключа срывает все гайки, срывает все гайки. Я в ступоре. Стал деда сторониться. А вы бы такого деда стали сторониться, кстати, напишите. Вот он просто вот устал. Так потом этот дед бароновал поле над этой 75-м, ну, это гусеничный трактор, да, а с ним в кабине сидел двухметровый агроном, и этот агроном решил потянуть за фрикцион. И тут дед махнул рукой, не глядя, ударил по руке агронома и сломал ему руку. Ну, просто, видимо, от злости, куда лезешь, так сказать, и сломал ему руку. Вот такая немыслимая сила. Ну, согласитесь, что таких людей сейчас нет. Так, у бабушки было фото. Ее дед за одну ножку поднимал на вытянутой руке стол, на котором сидел взрослый мужик. Лично эту фотографию видел. Были люди, нам до них далеко. Не то, что далеко, это просто стол. Человек так сейчас, ну, может, как сверхсилач поднимет. А чтобы туда посадить там даже ребенка, я же про мужика не говорю. Ну, короче говоря, это, 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 но это вырождение. Это вырождение. И по всему миру, естественно. И даже у нас в стране. Хотя у нас в стране, конечно, надольше все это осталось. То есть, вот это вот блинное такое вот силище, действительно, да. Дорогие друзья, здесь главная причина вырождения, это, к сожалению, это самое страшное генное оружие на планете, это алкоголь. Это генное оружие, которое вырождает нацию, постепенно она это не видит, потому что, если она это принимает, то тогда, как правильно ждангл, через фужер с шампанским или там с любым другим зельем, эту проблему, беду, никогда не увидеть. Такова природа любого наркотика. ГОСТ 72-го года, кто не понимает, не верит, открывайте. Это сильно действующий наркотик. Но об этом у меня были видео на канале, будет отдельное новое. Ну и вот, идем дальше. Отец рассказывал, приезжал в цирк, гири, цепи, рвали силачи. А парень вышел, простачок, паскоров, взял лом, примерно 25 миллиметров в диаметре, и накрутил на руку, на руку, в виде рессоры. Вот отвалились у силачей челюсти, прибежал директор, ну, цирка, и, давай уговаривать за любые деньги, чтобы парень у него работал долго, отказывался, но потом согласился. Не знаю, что с ним стало, только потом он не вернулся. У меня была такая история. У нас в техникуме на встрече выпускников, а это было в 86-м году, на дискотеке появился выпускник просто огромной комплекции. Мы с девушкой танцевали, медляк, и случайно оказались рядом с ним. Я ощутил, что надо мной что-то нависает. Оказалось, это грудная клетка парня, то есть вот досюда. Не знаю, какого роста человек, но ясно, что-то там 2,10 как минимум, если не 2,20. Парни говорят, что однажды во время геологической практики он задушил медведя своими руками, о чем свидетельствовала высушенная кисть медведя, которую он носил с собой. Ну, понят, что сила немыслимая, да, ныне. Кстати, про медведя очень интересную тоже историю я рассказывал, как раз, когда три нелидовских рассказа, ну, из Тверской области, я поведал всем в своем вот прошлом видео, о котором шла речь, и я ссылку на него еще раз говорю оставлю. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Идем дальше. Я в середине 70-х годов гостил своего дядя в городе Волоколамске, ну, это прям вот в Подмосковье по Ново-Рижскому шоссе, и видел такого человека, которому я ровно по колено был, хотя мне было 8 лет, ну, то есть уже не прям маленький совсем, его указательный палец был толщиной с мое запястье. Его рост примерно 2,5 метра. Вот это богатырь. Я думаю, он одной левой трактор Беларусь переворачивал. Вот это даже какой там, это 100%. Мой отец рассказывал, на Яузском бульваре, ну, в центре Москвы, а он жил, родился на Яузском бульваре, был дядя, который, вот, не современные железные такие вагоны, а огромные, деревянно-железные с огромными, они тяжелее современных. Вот, сходил с рельсов, значит, трамвай, а там такой поворот был, и вот мокро, когда ночью сходил. Вот он подходил, брал его за передний вот этот дубак, и вот так вот ставил на рельсы. Тоже какого-то метра 2,5, не меньше, сумасшедшей силы человек. Ну, вот, вот вам примеры еще вспомнил, сказал. Так, идем дальше. Я был юн, лет 15, и видел, как 60-летний мужик мои комплекции вытащил, задышло, груженую телегу из грязи, одной рукой мы с двумя моими дядьками не могли ее вытолкать. Он один, бревно крышное, накат на дом, сруб заносил. так человек пишет, неважно, заносил один бревно. Кстати, отец того, из-за почки рядом с нами, вот, силача, домкрат, которого тоже звали, ну, прозвище, его отец бревно нес, мог сам один, когда строил, и когда, семь человек его еле-еле, то есть, огромные, видимо, там, коньковые или что, ну, вот, один человек мог это сделать, один. У отца в деревне, отец был с 14-го года рождения, верхняя заболоть Курской области, был Игнашка-богатырь, который распрягал свою старую лошаденку и сам взвозил телегу на гору и говорил лошади, я еле втащил, а ты хотела. Теперь это Игнашкина дорога, ну, зовется, почти нет уже ее, да, деревня, сила русская вымирает, к сожалению, корни вымирают, это беда, это просто горе страшное, люди, переезжайте в деревни, переезжайте, основывайте новые деревни, хутора, села, экопоселения, переезжайте, живите природой, на природе, растите правильно детей. Ладно, здравствуйте, мой дедушка, 909-го года рождения, рассказывал, что в 30-е годы он со своим двоюродным братом любили гири потягать в дворе, так вот, брат его был очень силен в руках, особенно сильными были кисти, он мог поднимать земли двухпудовую, то есть 32 килограмма гирю, лежащую на боку, за рукоять, то есть вот так, словно большую кружку, ломал железные силомеры, сжимая кистью руки, до разрушения пружины и механизма, еще он был великолепным стрелком, в тирах тогда было такое заведение, да, стрелял, стоя спиной к мишени, оцелился через зеркало, тировщики даже не допускали его к выполнению данного задания, так как не хотели платить призовые, они уже знали, что призовые придется платить обязательно, промахов не будет, погиб на Великой Отечественной, в танке сгорел, да, видел мужчину в 50-х годах, накручивал на палец гвоздь, на палец, а монету номиналов в 5 копеек двумя пальцами скручивал, как листок бумаги в трубочку, мог порвать пятак пополам, то есть вот так, в 70-е годы в одном вузе в Харькове работал физруком Григорий Иванович Маленко, прошел артиллеристом войну, был неоднократно ранен, на соревнованиях по гремко-римской борьбе победил ставленника Василия Сталина, ну, какого, видимо, не помню человек, при том, что открылись и кровавые раны, судил поединок тогда Иван Подобный сам, а Григория Маленко была большая статья в одной из газет, кое-что можно найти в интернете, видел его, он дружил с коллегой из МИТа, Харченко Иваном Игнатьевичем, ну, это ладно, это вот далеко не все знают, ну, спасибо. Небольшая семейная история, имели небольшой домик в деревне, в годах так, в 93-м, 94-м, он совсем недавно, да, можно сказать, и был тогда Мал 6 лет, участок соток 30, дед все вручную вспахивал плугом, без какой-либо технической поддержки, поняли, то есть, впереди мотоблок не шел, лошадь не шла, он просто брал, ну, вот дальше он пишет, плуг толкал сам, вперед, поняли, да, вся работа в огороде, и вне с утра до ночи, потом решил сделать летний душ, так он один поднимал бак от трактора К-700, примерно 100 килограмм, выше кровли дома, дом двухэтажный, причем, происходило это так, с пеневеревкой, и по обычной лестнице, которая была укреплена, поднимался за раз, без страховки, без чьей-либо помощи, на той момент деду было почти 80, ну, последнее, что называется, генетика, да, хочу заметить, весил дед около 80, и был невелик ростом, 170, были такие, понимаете, от связки, сухожилия мощные, это были, это от генетики, вот в моем лице богатырь, и прожил до 104 лет достойную жизнь, ну, только позавидовать можно, ну, и последнее на сегодня, потому что, я говорю, писем много, я могу вам потом еще сделать, зачитать, и какие-то интересные комментарии, разобрать, да и от вас, может быть, будут какие-то интересные истории, ну, и от, может быть, ваших знакомых, попросите, пошлите это видео своим друзьям, близким, ну, это надо знать, ведь это не просто развлечение, это еще, как говорится, на уст намотать надо, что это такое, что мы потеряли, кем мы стали, как выродились, ведь это так и есть, на моих глазах, в 88-м году, один тракторист, поднимал руками трактор Т-40, за переднюю балку, для смены колеса, ну, Т-40 еще небольшой трактор, а МТЗ-82 побольше, а были случаи вообще феноменальные, ну, на сегодня, наверное, хватит, давайте переварим эту информацию, обязательно посмотрите, кто не видел мое первое, вот то самое видео, с чего я решил сделать это, разобрать некоторые, зачитать комментарии, а таких комментариев много, я вам еще подберу очень много интересных, расскажу эти истории, а может быть и сам что-то вспомню, как и сегодня, кое-что вспомнил, даже то, что не рассказывал в прошлом видео, ну, а на этом на сегодня все, жду ваши комментарии, писем, а посмотрите все ссылочки, которые я вам оставлю под видео, ну, и всего хорошего, до свидания.